МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и программа по существу. Сегодня у нас в студии председатель правления Чувашского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда Юрий Кислов. Юрий Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Юрий Михайлович, 15 февраля, полтора месяца назад, стартовал 21-й марафон. Как идут дела? Я бы сказал, неплохо по сравнению с прошлыми годами. Темпы взялись неплохие. На сегодняшнее число, на утро, уже 2 миллиона перевалили. Было 1,8 миллиона буквально два дня. Но активности еще не все включились, как у нас в России бывает. Долго запрягаем. Но я надеюсь, что прибавим темпы. И задачи, которые поставили перед нами Михаил Васильевич Игнатьев, представленный оргкомитет по проведению этого благотворительного марафона, а он хотел бы, чтобы мы 10 миллионов перешагнули, мы будем стараться выполнить его указания. Ну вот каждый год у нас говорится о том, что каждый год более эффективно проводится работа, чем предыдущий. Вот этот год поставлена планка 10 миллионов. В прошлом году было сколько? Около 8 миллионов. Причем мы же собираем не только денежными средствами. Есть понятие такое, значит, специальное пожертвование или целевые, когда предприятие, допустим, или человек, хочет конкретно инвалиду, ребенку, молодой запеченной семье принести телевизор в холодильник. Это материальное поступление. Или купить путевку в санаторий. Это целевые и денежные. Но основная масса, конечно, денежные поступления. И мы учитываем эти поступления по городам и районам, для того, чтобы потом, обязательно при распределении денежных средств, после закрытия марафона, эти города и районы сами предлагали, куда направить эти денежки. То есть средства по-прежнему остаются в муниципалитетах? Да. Мы вот нашли такую изюминку. Мы считаем, что это правильно абсолютно. Представьте, вот бывает иногда, собирается средство по всей, чего вошли, а вкладывается. Хорошо, конечно, сразу 7 миллионов, допустим, в каком-то детском доме. Здорово, да? Но все равно это... Каждого интересует своя улица, свой дом, свой поселок, свой район. Что-то такое маленькое. И вот когда мы призыв сделали, что собранные средства остаются в муниципалитете и распределяются по потребности, по необходимости, по просчетам общественных организаций, депутатов, это больше стало влиять положительно на собираемость этого нашего марафона. Юрий Михайлович, на что все-таки в первую очередь расходуются эти средства? Ну, у нас есть, в соответствии с уставом, наши федеральные программы, их несколько штук. Мы часть туда отвлекаем, но они сочетаются с нашими региональными. Это и детский церебральный паралич, и, значит, малобеспеченный, теплый дом, их несколько таких. Оказание помощи талантливым детям, оказание помощи детям, которые нуждаются, инвалидам. Получается ли, что это финансирование федеральных программ на территории Чуваши, выполнение федеральных программ в Чуваши? Да, в основном вот таким образом. И наши региональные, они пересекаются. Но есть и чисто региональные наши программы. Вот программа «Поддержку спорта», «Массовость спорта». Мы в пятый год проводим школьную волейбольную лигу. Мы софинансируем совместно с бюджетами, совместно с партией «Единой России», которая в этом году к нам примкнула, начиная с ноября и кончая где-то в апреле, вот скоро у нас будет завершение, мы проводим соревнования по волейболу. Среди мальчишек и девчонок Чувашской республики 600 школ. Они сначала между собой борются, потом в каждом регионе и финальные игры. Вы знаете, это 16,5-17 тысяч детишек, которые вовлечены вот в эту программу. Это детский спорт, это здорово, это увлекательно. Сколько сейчас сотрудников работают в Чувашском отделении детского фонда? Полторы ставки у нас. Я на общественных началах. У меня есть заместитель, который на полставке работает, и финансовый работник, который в основном финансовая работа. Сбор средств, направление средств. Вот еще есть бухгалтер. Остальные тоже на общественном начале. У нас члены правления порядка 40 человек, когда-то чуть побольше было. Это активисты, с которыми мы раз в квартал, раз в полугодие встречаемся, обсуждаем. Они нам помогают работать. Но рутинную работу в основном ведет президиум управления. Это 5-6 человек, в том числе и 2 штатных работника. Илья Михайлович, а чем занимается детский фонд в промежутках между марафонами? Во-первых, идет подготовка к проведению марафона. Это однозначно. Мы создаем оргкомитет, работаем с нашими активистами по городам и районам. Какое-то время, месяца-полтора мы занимаемся этой работой. С самого проведения марафона, завершение. И когда эта сумма скапливается, итоговое заседание оргкомитета проводится, распределяем, как мы с вами говорили. Но потом еще идет работа, эти денежки нужно довести до потребителя непосредственного. Это тоже месяца-полтора-два у нас тянется эта работа. То есть здесь мы задействованы полностью. Но кроме того, с нашим фондом работают и другие организации, минуя марафон. Вы знаете, я, ну не знаю, наверное, не буду говорить, чтобы не было рекламы. Но есть фирмы, которые даже во время марафона не оказывают никакой поддержки, а именно целенаправленно сами определяют детские дома. То есть у них другой режим в течение всего года? Да, в течение всего года. Вот мы с ними работаем, помогаем. И работаем с нашим детским фондом Москвы. Вот у нас Лиханов Альберт, великий, знаменитый, основатель тоже самое. Вот мы работаем вместе с ними. Поэтому работы хватает. После осваивания денег, которые мы собираем, мы еще с вами и отчеты пишем, и встречаемся потом непосредственно и проверяем. Вот есть у нас такая функция. Мы контролируем. Мы же деньги не отдаем в районы или в города. Мы говорим, куда направить? Они говорят, вот Мария Ивановна, вот мы на газетная семья. Мы сначала проверяем, смотрим справки, убеждаемся, что Мария Ивановна нуждается в этом и ее детишке. Заключаем договор, перечисляем денежки к ней на расчетный счет. Или она скажет, купите мне, пожалуйста, велосипед для малыша. Покупаем, вручаем, контролируем, отчитываемся. Вы знаете, это тоже большая работа. Зато спим спокойно. Зато спим спокойно. Знаем, что каждая копейка, каждая рубль проходит через наше сито и никуда не девается. Илья Михайлович, за то время, что вы так плотно и активно работаете в детском фонде, может быть, была какая-то история, которая до сих пор, ну, самое большое моральное удовлетворение? Знаете, меня... Или, может быть, памятно по каким-то другим причинам? Нет, я могу несколько слов сказать вот таким образом. Когда мы призываем оргкомитеты, мы призываем людей участвовать в марафонах, оказать помощь детям, меня радует, что все большее количество людей откликается на это. У нас ведь нет такой цели набрать 100 миллионов, 200 миллионов. Потому что правительство, государство, в принципе, процентов на 90 решает эти проблемы. Но есть ряд направлений, по которым они по бюджетным посланиям своим не могут привлекать деньги. Даже с Минздравом мы работаем и так далее. И нам важна не столько сумма, собранная, как количество участников, количество людей, которые откликнулись, чтобы общество понимало, что оно может жить только тогда, когда рядом люди счастливы. Когда они несчастны, и общество в целом тоже несчастно. И я убеждаюсь, вот 1600-1700 откликается на наш призыв. Это не только людей, это и предприятия и организации. Предприятия и организации – это тоже люди. Да, я к тому хочу сказать, что если бы 1600 человек – это одно, но из них 300, 400, 500 – это предприятия. А предприятия – это там 100 работающих, 200. Или как на Аконде, который очень активный участник наших марафонов, там 2500. Они принимают решения, сбрасываются с зарплаты и так далее. Это же какая массовая работа, если сказать старым языком, для того, чтобы люди не были черствыми. Вот, наверное, основная задача – пробудить в людях добро и любовь к нашим детям, к окружающим людям. Вот это самое главное. Ну, тоже, Юрий Михайлович, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель правления Чувашского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд Юрий Михайлович Кислов». Марафон «Именем детства и защиту детства» продолжается. О том, как можно сделать пожертвование, внести свой вклад в копилку, можно узнать. Это можно узнать самый простой путь. У нас есть на КАПРУ, на сайте администрации главы Чувашской республики, есть баннер, где написано «Именем детства, имя детства». Если мы кликнем, там четыре документа. Обращение главы, как председателя оргкомитета, и там расчетный счет указан, куда можно. Там же есть копилка марафона, можно посмотреть ежедневно. Вот Иванов Иван Иванович внес 100 рублей, мы его на следующий день заносим, и все фамилии там эти есть. И по городам, районам тоже есть такая таблица. Вот там на сайте можно уточнить адрес. Или Петрова 7, 62-89-42, там, где девочки наши сидят. Они всегда подскажут, как правильно сделать взнос в благотворительный марафон. Спасибо, Юрий Михайлович. Спасибо вам. Удачи вам. Спасибо. И спасибо вам за внимание, уважаемые телезрители. Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! «Симон»!